Оказалась в центре скандала из-за отдыха в Италии. Ученица 12 класса одного из столичных лицеев Анастасия Гуцу провела неделю у родственников в Турине. Вернувшись домой, девочка посетила врача и сдала анализы, чтобы удостовериться, что она здорова. Меры Анастасия предприняла в связи с тем, что в Италии были подтверждены случаи заболевания COVID-19. Анализы девочки были в порядке. Врач выдал ей справку. Но когда девочка пришла в лицей, родители ее одноклассников потребовали, чтобы ее оставили дома на 14-дневный карантин. Даже врач сказал, что это бессмысленная паника. Я пришла и предъявила все, что необходимо. Я вышла из всех групп и соцсетей, потому что у меня не было больше сил. В последние дни у меня болит все, и сердце, и я вся дрожу. Родители девочки очень обеспокоены. У меня есть сообщения от родителей детей, которые предупреждают, что если мой ребенок придет в школу, их дети не придут. Почему такая паника? Хорошо, что она еще не больна. А если бы она заболела, тогда какие меры предприняли бы эти дети? Какое поколение мы сейчас воспитываем? Мы посетили лицей, где учится Анастасия, и встретились с одной из родительниц ее одноклассников. У меня дети, семья, родители. Я переживаю за всех. Я хочу, чтобы мой ребенок, имеющий право ходить в школу в обычном режиме, не пострадал от этой ситуации. Неужели это проблема две недели оставаться дома? Мы попытались прояснить ситуацию у руководства лицея, но замдиректора учебного заведения повел себя агрессивно и даже сломал часть съемочного оборудования. А вот медсестра лицея подтвердила, что девочка принесла все необходимые справки. Вчера она принесла справку из больницы Тома Чорбы от врача Светланы Смешной о том, что она не была в контакте с зараженными лицами, и ей рекомендовано посещать коллектив. Мы обратились по этому поводу и в Министерство здравоохранения. Они уточнили, что приказ о том, что все люди, вернувшиеся из зоны риска, обязаны провести в карантине 14 дней, был издан только 26 февраля, то есть спустя день после того, как девушка получила все необходимые медицинские справки. В этом случае ей стоит сдать повторные анализы и взять больничный. Девочка должна оставаться под наблюдением врача. Начиная с последнего дня, когда она подверглась риску, то есть 14 дней отсчитывают не со дня обращения к медику, а с последнего дня, когда она подверглась риску инфекции. Сегодня Национальный центр общественного здоровья провел повторное заседание с руководством всех больниц страны, где было рассказано, какие меры стоит предпринимать в отношении граждан, вернувшихся в страну из зоны риска.